что будет удобно и вам, и поэтому, какие бы сложности ни возникали при организации зарубежных свадеб, мне кажется, это всегда можно избежать, всегда можно найти какой-то общий, ну, прийти к консенсусу, короче. И нам пока это всем прекрасно удавалось, да, и вот наша свадьба, которая у нас проходила в сентябре, в принципе, прошла вот более чем удачно, несмотря на то, что за 4 дня до проведения свадьбы мы сменили площадку, вот, да, это был такой легкий шок, потому что мы как раз в сентябре поехали в Италию делать свадьбу за хорошей погодой, вот, потому что в сентябре это всегда уже меньше количества народу, потому что все дети, которые пошли в школу вместе с их семьями, они уже у себя на местах находятся, уже не так жарко, но уже не так много туристов, поэтому нам казалось, что сентябрь идеальное время проведения для свадьбы в Италии, тем более нам далеко. И если вы помните, в этом году в Италии как раз в сентябре были шторма, которые затопили, там, в Риме города и прочее, прочее, и как раз этот шторм двигался в наши даты проведения на озеро Гомо. И ожидалась совершенно ужасная погода, мы сполошили все дрампи-центры на той территории, на которой собирались проводить, вот, и они говорили, да, будет шторм, будет шквалистый ветер и прочее, 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 вот, грозы и так и далее, а у нас планировалось монтаж полностью весь на воде, потому что та вилла, на которой мы собирались делать свадьбу, то к ней был доступ только по воде. Соответственно, это баржи, вот, соответственно, это лодки и прочее, прочее. Вот, и экстренным путем, отказавшись, там, от шадров, от барж и прочего, и прочего, мы перекинули эти деньги на то, чтобы на сутки арендовать соседнюю, ну, как бы совсем соседнюю, как бы недалеко стоящую виллу, вот, но, тем не менее, все прошло прекрасно. Это вот как раз половина Бальбиана, вот, которая работает всего пару лет на рынке свадеб, ну, в принципе. Вот, так что я говорю, что даже в Италии, даже там в любой другой стране Европы, несмотря и на схожести, и на различия нашего менталитета, можно пойти к консенсусу, нужно только слушать друг друга, разговаривать друг с другом. Ну, в общем, все очень здорово, и проведение этих свадеб, и проведение свадеб в Италии очень. Уважаем. Уважаем, да. Спасибо большое, да, действительно, штормовые предупреждения. У меня в этом году наоборот была другая ситуация. Я, по-моему, 5 августа проводил свадьбу в Неаполе, и температура была около 50 градусов. Проходила выездная церемония прямо на берегу моря, и во время этой церемонии, которую проводил дядя невеста, и я это переводил, в течение 45 минут невеста стояла под палящим солнцем, и она подошла ко мне после церемонии, говорит, мы останавливаем свадьбу, никакого ресепшена, сейчас все продолжим через 2 часа, потому что она прямо была под лучами солнца. И было невероятно. Поэтому погода непредсказуема, но, как мы знаем, что у природы нет плохой погоды. Спасибо большое за ваше выступление. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо. Так, ну а у нас сейчас есть представители, да, между прочим, Международной свадебной ассоциации России, Алексей Екатерина, и я сейчас вам предоставляю слово. У нас как раз два микрофона, мы знали, что вы вдвоем придете. Мы можем здесь, пожалуйста. Вы можете. Все, что угодно здесь, конечно. Пожалуйста. Давайте я буквально представлю Екатерину. У нас вообще ассоциация международная, а Екатерина как раз представляет, она является директором нашей свадебной ассоциации по России, по развитию нашей ассоциации в России. И как директор нашей ассоциации по России, я бы хотел еще раз представить, зовут ее Екатерина Акимова, она является также владельцем компании «Лавка чудес», которая также занимается организацией как и свадеб и прекрасных ивентов, как и в России, так и во всем мире. И мне кажется, она расскажет вам много интересного, и мы сможем пообщаться. Я бы, конечно, поговорил и рассказал вам о своем международном опыте организации международных конференций, так как я их регулярно провожу по многим странам мира. То есть буквально за последний год это было порядка десяти конференций. Это Италия, Чехия, Лексика, Кыргызстан, Казахстан. То есть имеется такой большой громадный опыт, которым я тоже с удовольствием поделюсь. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, мы в перспективе ответим после выступления Екатерина. Спасибо. Спасибо, Алексей. Всем здравствуйте. Большое спасибо за то, что вы сегодня здесь собрались. Очень приятно видеть, как много людей, которые в будний день смогли прийти и уделить внимание в этой выставке. Неожиданно приятно, что нас действительно много. И я бы хотела рассказать о некоторых тенденциях, которые мы наметили и которые уже есть. В этом году прошло уже несколько мероприятий, направленных на популяризацию отношений России и Италии. И наша ассоциация подружилась с Министерством туризма Италии. И мы сейчас планируем несколько совместных больших проектов на следующий год, которые будут популяризировать свадебный туризм в Италии. И делать его более модным и более популярным. Самое главное, что мы совместно с Министерством туризма Италии решили запустить моду на новый тренд. Это розовые свадьбы. Это свадьбы, которые празднуются в десятилетнюю годовщину состояния браки. К этому моменту очень многие пары уже достигли хорошего финансового благополучия. Они четко понимают, чего они хотят. Они могут заплатить за свои желания. При этом они молодые, красивые, им хочется праздника. У многих уже есть детки, которые смогут побывать на празднике, побывать на свадьбе у своих родителей. И это хорошая, красивая, модная тенденция, которую мы хотим в следующем году очень активно развивать и популяризировать. 9 числа я расскажу подробнее про все моменты и этапы этого нового тренда. Если вы будете свободны, у вас будет желание.